здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня в гостях константин канал чё похавать и мы сегодня готовим какой-то потрясающий суп под названием чё похавать или костин суп то есть мы берем принцип основной я так понимаю взять очень хорошие продукты да и вкусные самих по себе я его можно перемешать в афганском казани да и все и обжарить и будет очень вкусно ну что тогда мы сразу же приступим к тому что сделаем заставку а пока это что свинина нет говядина это говядина это что это нут там это фасоль темная 3 луковицы маленькая средний большая свежий чеснок по вкусу и вот такой перчик мы хотели вот такой армянский перец но решили его он очень злой потому что не все любят очень это тоже злой но он в том объеме будет а он злой а потом у нас еще даже секунду ты знаешь чего забыли секунду у нас зелень до картошку а мы забыли взять дежурные специи кости у себя уже как дома у меня как у себя дома да у меня есть всегда специи дежурные которые мне всегда это помогают ну что смысл в том что мы обжариваем все в двух емкостях и закладываем в афганский казан который потом ставим на огонь и он шипит все там тушится готовится и в общем потом будем пробовать сейчас делаем заставку и начинаем нарезать продукт давай ну что давайте обжаривать да давай обжаривать как будем обжаривать с маслом или без я думаю что вот это вот то есть фасоль и горох мы обжарим без масла согласен высыпаем это все сюда сюда да вместе вместе а че с ними все давай тогда сразу же ставим хотя по возможности можно туда кусок сала отрезать вот от этого вот мясо жиры от мяса нет так чтобы запах пошел да мы сейчас так и сделаем картошка закладываем целую до картошку целую кладем картошку целую на тебе лера еще попробую вот ножичек серьезный аппарат мне лук этим летит ну ты попробуй пусть светятся твои полукольцами делаем да 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 какой я мастер да это да никуда не денешься что мне делать порежь морковь морковь соломкой полукругом ты знаешь без разницы я думаю что хоть кубиком она все равно будет вкусно обжарена то есть моркови если ты и обжариваешь да 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 типа как на пол да отлично константин да как уже нет да отлично я пошел обжаривать сковороде а там же у тебя казан сейчас посольку нашу обжарить с горошком но он так ее подпалит подсушить что да 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 сделает более выразительным даже вкус не был с такой оригинальный может быть туда специи а специи мы потом уже в казан просто сейчас специи сгорят мы сейчас переходим плите люди вот это тоже берем да давай конечно все мы пошли плите заставочка я так понимаю мы это все обжаривали для того чтобы проявился вкусу как ты сказал сначала я не догнал ну типа как семечки ты когда-то вот за счет этого но они же тоже бабула и да так бы не тоже бабу семечки то понятно не бобово а вот есть орехи обжаривают официально теперь я понял что я сначала думаю чем почему-то уже тоже семечки обжариваем из масла все я тогда выключаю сейчас нагрев можно поменьше сделать и будем дальше использовать этот же казан чтобы нам всю посуду вот эту не переродить ну да мы в казане и будем то есть все в казане обжарим маслом сейчас она разогреется вот в казане да мы с тобой поспорили до до этого до выпуска что нужно кипящее масло закладывать или можно не в кипящую я считаю что не всегда нужно в кипящее масло закладывать что если ты например вот сейчас бы мы с тобой холодную вывали туда все лук то оно бы все равно зашло нам же не фритюр нужен вот если нам нужен был фритюр тогда бы можно было обязательно в кипячую масло давай как-нибудь с тобой просто попробуем давай так я пробовал так и так я я принципиально в одинаковых сковородках все это попробуем ждем все сейчас пускай чуть-чуть прижарится потом морковь сюда или поделись поделись хотя можно ты знаешь я думаю что морковь надо сейчас мы с морковью это все сделаем конечно масло в следующий раз да переместим туда потом уже мясо обжарим я тут вспомнил что я тебе одну фигню привез большую тяжелую до сковородичка саж называется чугунную поставить на можно огни вот но у тебя есть вебер в котором есть гбс вот да вот здесь можешь готовить можешь бегали на джбс и готовить поможешь вот там одна костровой то что типа да 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 на печке можно бережно да спасибо очень удобно это все я в магазине у меня есть ну ты видишь да а ссылочку мы внизу прикрепляю там где продаются казаны голландские печи штук узбекские казаны посуду узбекской ножи узбекские ну что выкладываем туда давай для тех кто не знает и в общем и для меня тоже скажи пожалуйста вот ты огромное количество блюд приготовил на афганском в афганском казане там порядок все таки другой закладки и правила не знаешь чем чем достоинство афганского казана когда ты куда-то поехал тебе надо кто-то вот поехали например на рыбалку и часть народа у тебя потерялась один человек потерялся есть готовит или когда ты походил со спиннингом например часов пять-шесть тебе уже сил готовить нет а здесь все покидал афганский казан поставил на угли на плену нет зачем можно дома некоторые прям с собой уже готовы берут все закладывают он как он так идет как и навести и кейс одновременно готова довести довести например до места и поставить его на угли пускай готовится я вот этого не видел когда мы были в нижнекамске как это было когда вот назад ну да то есть вот я тогда в общем по большому счету первый раз по-серьезному и посмотрите и мне понравилось да барашник тогда за четырнадцать минутку окопов говорит что у него вот такой вот огромный чан хошломой закончился за полторы минуты и по части это правда он сидит ряда тебе не досталось последняя миска не дошла он ее сам отбивал все-таки он по-честному отбивал от народа ее утаскивал это понятно понятно твои четырнадцать минут никого не вы мне там два раза просто пришлось наливать гастро емкость а давай мы не будем обжаривать мясо давай чуть-чуть его обжарить чуть-чуть то есть буквально ну давай не в 3 обжарках прямо все тут очень хороший огонь мы его прямо бабахнем сейчас на самую громкость и так ну что картошку клади картошку прямо вот так да потом мы его им оттуда и разомнем толкушкой пюрируем какие сейчас ее пюрировать не надо сейчас она сыраем потому что давай сейчас нальем сюда водички кипятка да кипяточка поскольку там в чайнике полтора уже афганцы такие жирные гигодину такие кусками едят ну конечно как мы найдут такую едят ребята мы всегда делаем образцы это в веках когда-нибудь наша страна станет очень богатая она и так богатая еще люди станут пенсионеры богатые мы в это верим через какое-то далекое время может уже и нас не будет нас наградят это посмертно за то что мы сделали такие образцы для будущих поколений богатых не заведу я мощный суп все получается так были было бы глупости мы делали здесь ну я не знаю хотя из костей мы много делали а из костей помещаем не учатся так вот это сюда для красоты да так и давай у нас вот есть вот такой красивый перчик мы его отправляем сюда зелень не все нет не все чуть-чуть кинем так для запаха это я люблю да заливаем водой закрыл ставим на огонь дожидаемся начали проверяем клапана ну это понятно а потом закрывай любая скороварка надо делать доводим до кипения закрываем до предварительно проверяем клапана и на огне на огне готовим где-то наверное думаю минут сорок минут сорок то есть мы сейчас после заставочки уходим на сорокаминутный перерыв по кипению нашего супа до костиного супа и потом встречаемся уже на подачу да потом уже встречаемся и пробуем что у нас получилось супер заливаем воду казан стоял там в саду и шипел на грею меня по этому поводу спронт возник а еще пели давно все казаны саду на вот но тут все он отцепил все четко из клапанов ничего не идет выкручиваем снимать такая как у дюма до форма англичане делают афганцы а форма она такая как это черноморские положил кусочек мяска маленький выставочный образец а вот еще хочется карточек давай поменьше не это большая совсем сейчас я тут найду картошку обычно мясо в центр картошка по краям а у нас мясо по краям картошка в центр вот и немножко в этой подливы еще давай для образца то мы должны не давай давай то скажут вообще обнаглели такие супы варишься подливы нет так ну что сняли заставку да да давай попробуем ну давай по моему кости превзошел самого себя бульон просто обалденный ну спасибо тебе большое за рецепт приятно что в проекте 500 супов ты занял достойное место со своими двумя граммута тебе надо большое спасибо за подарки спасибо подписчикам надо переходить по ссылочке константину посмотреть что там он продает и коллективно обязательно вот какие у него супы вкусные спасибо вообще приятно встречать я вот сделаю небольшой финал четырех выпусков целых которые мы сняли сережей окоповым с тобой пульте очень приятно встречать блогеров у себя в студии потому что они приезжают со своими продуктами приезжают еще на положу хе готовят сами сами помогают комментировать снимать размещать то есть вообще внутри как бы ты вроде как бы встречающая сторона да а делают все совместно как-то наполовину все это весело все здорово поржали посмеялись ну да это вообще-то вот особенно какая-то особенное удовольствие поэтому ну что давай еще встречаться да все алексей спасибо тебе очень вкусно получилось все тогда давайте держитесь пока не прощай встречи до субтитры подогнал «Симон» а